Верховный Господь оставил проявленное им тело для того, чтобы облегчить бремя земли. Подобно магу, Он оставляет одно тело и принимает другие, такие как, например, воплощение рыбы и прочее. Комментарий. Личность Бога Верховный Господь не безличен и не лишен формы, но Его тело не отличается от Него самого, поэтому Его называют воплощением вечности, знания и блаженства. Брихат Вайшнава Тантри ясно сказано, что каждый, кто считает, что тело Господа Кришны состоит из материальной энергии и должен быть любой ценой изгнан из общества. Если человек случайно взглянул на лицо такого безбожника, он должен тотчас очиститься, прыгнув в реку, не снимая одежды. Господа называют Амрита, бессмертным, поскольку у него нет материального тела. В таком случае смерть Господа или оставление им своего тела подобно фокусу мага. Маг показывает, что его режут на части, сжигают дотла или с помощью гипноза заставляют терять сознание, но все это лишь обман. В действительности мага не сжигают дотла, не разрезают, он не умирает и не теряет сознание во время демонстрации своих фокусов. Аналогично этому и Господь обладает бесконечным разнообразием вечных форм, одна из которых — инкарнация рыбы, появляющаяся в этой Вселенной. Поскольку число Вселенных бесконечно, инкарнация рыбы обязательно проявляется в какой-либо из своих непрерывных, где-то из них в своих непрерывных играх. В этом стихе употребляется особое слово «дхате» — вечно принимаемые, а не «тхитва» — принимаемые на время. Смысл этого в том, что Господь не создает аватару рыбы. Он вечно обладает этой формой, а появление и уход этого воплощения преследует определенные цели. В Бхагавадгите 7.24 Господь говорит, «Имперсоналисты считают, что я не имею формы, что я бесформенен, а сейчас якобы с определенной целью принял форму, и теперь я проявлен». Но на самом деле такие спекулятивные философы не отличаются большим разумом. Хотя они могут быть учеными, сведущими в ведических писаниях, они практически ничего не знают о моих непостижимых энергиях и вечных формах. «Причина этого в том, что я оставляю за собой право не являться непреданным, скрывая себя из-за мистической завесы. Поэтому лишенные разума глупцы не знают моей вечной формы, неразрушимой и нерожденной». В Падма-Пуране говорится, что те, кто завистлив и всегда пребывает в гневе на Господа, недостойны постичь Его истинную и вечную форму. В Бхагаватам также сказано, что борцам Господь казался подобным молнией. Когда Господь убивал Шишупалу, то тот не мог его видеть, как Кришну, ослепленным сиянием Брамаджёти. Следовательно, временные проявления Господа в виде молнии перед борцами, выставленными камсой или в виде сияния перед Шишупалой, исчезли. Но, подобно магу, он существует вечно и не погибает ни при каких обстоятельствах. Такие формы временно показываются только асурам. И когда эти проявления исчезают, асуры думают, что Господь больше не существует. Точно так же глупые зрители думают, что маг сгорел дотла или разрезан на куски. Отсюда следует, что у Господа нет материального тела, и поэтому его невозможно убить или заставить его сменить свое трансцендентное тело. Харе Кришна, Ващнавы, примите мои поклоны. Сокровенные тайны открывает нам Шримад Бхагаватам. Сам так и не догадаешься. Оказывается, Бог имеет форму. Очень трудно это представить, потому что форма ограничена. У нас ассоциации форма ограничена. Вот сидит форма. Вот здесь сидит форма. Его нет в той комнате. Видите, он либо в той комнате, либо в этой. С формой вот так всегда. Либо там, либо здесь. Но здесь форма, и при этом это вечная форма, и она бесконечная. То есть она принимает различные... Да, интересный момент, который мы здесь узнали, что эти формы, духовные формы Господа, существуют одновременно. Они всегда были. Они всегда были. И даже те формы, которые называются аватары, аватары те, кто не сходят в духовной реальности сюда, аватары буквально, значит, тот, кто не сходит. Также эти аватары являются вечными. То есть они никогда не создавались, они всегда были. И всегда в этом мире материальном, где-то эта форма сейчас проявляет свои лилы. То есть эти формы, где-то вот, ну, Матсия про Матсию говорит, где-то там она спасает этого царя, да, эта лодка. Вот где-то вот это сейчас здесь происходит, в этом материальном мире. Просто мы это не видим. Вот. Но при этом также существуют формы, которые временно проявляются. И вот приводят пример, что демоны видят такие формы, там молния или что-то еще, им кажется. Вот. Это им просто кажется. Недостаточное видение, непонимание. Также вера трупа. То есть вера трупа — это форма, этот мир — это тоже Господь. Вот. На этом форме она то появляется, то приходит такое, растворяется, то потом она проявляется. Шила Прабхупада говорит про вера трупу, которую видел Арджуна, что эта форма вечная, но, трансцендентная, но временная. Потому что этот мир то появляется, то уходит в непроявленное состояние. И вот главная идея, что у Бога есть форма. У Бога есть форма. И что это для нас означает? Это означает, что у Него есть желание, у Него есть лилы, у Него есть вот это вот стремление. Зачем Ему все это нужно? Потому что только с формой возможны отношения. Вот чем отличаются преданные, они от других каких-то религиозных людей, дьяни, йогов, карми. Для них, в принципе, что от Бога-то нужно? Что, какая главная потребность у них с Богом? Чтобы он исполнил их желание. Сам Бог их, в принципе, не интересует. Так же, как граждан, как граждан, в принципе, президент не интересует. Его интересуют, какие законы он издает, и как нам что-то от этого президента получить. Если мы получаем то, что мы хотим, хороший президент, что он там есть на завтрак, как у него здоровье, как у него отношения с родственниками, вообще это никого не интересует. Всех интересует, как он сделал так, чтобы мне было хорошо. Такой персональный подход. И вот точно так же к Богу. Бог – это такой вот принцип, который надо уважать или бояться, иначе хуже будет. А если как-то с ним наладить отношения, то будет лучше. Вот все, что о нем знают. Поэтому он как бы как личность, он не интересует. Интересует как принцип, исполняющий мои желания. Но преданные странные существа, они говорят, что нет, нет, нас интересует лично Бог, и нам нравится с ним общаться. Вообще цель жизни оказывается в том, чтобы общаться, любить. Все, что мы видим в духовной реальности, мы ее не видим, но мы знаем из Бхагаватам, создано для того, чтобы были взаимоотношения. В этом счастье, в этом счастье. Говорится Бхагаватам в первой песне. Савайпумсам пару дармойято бахтира тхокшиджа хайтукия братиха таяятма супра сидати. Высшее предназначение или дхарма человека, то есть чем надо заниматься, человеку, это адхокшиджа бахти, а бахти тому Богу, которому мы не видим материальными глазами. То есть бескорыстное, непрерывное служение этому адхокшиджа делает существо, живое существо, абсолютно счастливым. Но мы не можем без отношений. Такая наша природа. Вот обратили внимание, мы всегда, мы всегда нуждаемся в помощи. Или нет у вас такого? Хотите поесть, надо идти куда? На кухню. Вот оно само не появляется еда. Хотите, что-то заболело у вас, надо идти к доктору. Вот хотите выучить, как работать на компьютере, надо брать учебник и учиться. Так? Хотите жить, дышать, надо, чтобы воздух был. Воздух не дадут, дышать не сможете. Правильно? То есть хотите, чтобы вы кому-то были нужны, да? Но надо идти и что-то делать, вот, чтобы вас, в вас нуждались. То есть мы все время нуждаемся в помощи. Почему? Потому что мы не самодостаточны, мы не боги, да? Мы энергия. Энергия нуждается все время в помощи. Поэтому, естественно, чтобы что-то получить от того, от кого мы хотим, допустим, мы на кухне хотим что-то получить, там же просто так не дадут у вас на кухне. Правильно? Надо на ферме что-то делать, тогда тебе дадут. Вот. Или быть преданным, да? Или еще как-то, да? Вот что-то надо, или денег дать, да? Вот. Что-то надо обязательно сделать для того, чтобы вам что-то дали. Если вы украдете, то потом придется в другом месте что-то сделать. Так? Поэтому для того, чтобы что-то получить от кого-то, мы должны, что сделать? Послужить. 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 Если мы не послужим, при том, послужить означает делать так, как нравится тому, от кого мы хотим что-то получить. Если вы придете в магазин, ходите же в магазин иногда, да? И вы хотите там что-то купить. Вот. И вы пришли в магазин и говорите, можно мне вот этот стиральный порошок? Он говорит, да, но ты должен послужить. Вот. И говорит, а я станцую. Вот давайте, а станцую здесь индийские танцы. Говорит, нет, нам такое служение не надо, деньги давай. Да, правильно? Если вы приходите в семью, да, и надо послужить в семье, там, мужу или жене, и иногда говорят, надо что-то сделать. Если вы будете что-то делать, вас выгонят, выгонят из семьи. Вот. Что-то делать не надо. Надо делать конкретные вещи. Если конкретные вещи не будешь делать, тебя выгонят. вот что-то не подходит. Да, вот тоже мы приходим и надо что-то сделать. Нет. Не что-то надо делать. Конкретные вещи надо делать. И так мы, мы просто созданы для отношений. Так природой мы устроены, Богом мы так устроены, что мы, так скажем, как сказать, физиологически, да, то есть, так вот устроены, что мы нуждаемся в каком-то еще. И для того, чтобы с этим кем-то быть, нам надо служить. Вот. И говорят, в этом счастье. Вот. Сейчас, конечно, окажется, что счастье не в этом. Там послужить зачем? Чтобы получить что-то, пирожков каких-то. Вот. Это в этом счастье. Само служение, это просто как инструмент получения пирожков. Но, оказывается, это не так. Вот. Цель в том, чтобы служить. Это проявление любви. То есть, вот это вот главная идея творения. Любовь. Счастье, возникающее от того, что я кому-то, не кому-то, а Богу служу, Кришне я служу. Кришна, соответственно, тоже служит преданным. Как он служит преданным? Принимая их служение. Он принимает их служение, преданный дает это служение. И в этом счастье. В этом оказывается счастье. И вот все формы созданы именно для этого. Для взаимоотношений. И вот в зависимости от того, каких взаимоотношений хочет живое существо, Господь принимает, принимает, он же специалист в отношениях. Знаете, вот есть специалисты, хорошие психологи. Вот Кришна, хороший психолог. Он специалист в отношениях. Поэтому он в зависимости от того, какие отношения живое существо хочет с ним вступить, он принимает комфортную для этого живого существа, для отношения с этим живым существом, форму. Да? Вот если вы представляете, вот вы приходите к врачу, да? К врачу приходите. Вот какую форму вы хотите увидеть в поликлинике? Врача. Как вы должны выглядеть врач? Чтобы вы как-то вот, вы пришли лечиться, вот у вас там болит, да, вот вы хотите вот, вот вам нужны эти отношения, чтобы эта болячка ваша прошла. Вы приходите к доктору, вот как доктор должен выглядеть? Солидный, уверенный, сострадательный, да, дипломы висят у него там, да? Про него хорошие вещи говорят, что вот помогай, да? Вот такую же форму вы хотите увидеть. А вы приходите, а там клоун какой-то. Знаете, весь такой разрисованный. Приветствую вас, мы рады вас видеть, а у вас болит, да ничего страшного. Такую форму вам не подходит, да? Вот раса не состоится. А вы пришли с болячкой, а тут клоун. Или вы пришли в цирк, хотите, чтобы было весело. А там, знаете, серьезный такой человек, вот сидит за столом, вот тут это бумаги, говорит, да, расскажите, что с вами произошло. Ну, кому это надо? Уловили, да? То есть Кришна специалист в отношениях, поэтому он принимает те формы, у него все эти формы одновременно существуют, как мы здесь видим. И он принимает ту форму, в которой живому существу будет комфортно с ним вступать в отношения. Правильно? И вот живые существа, которые убежали из духовного мира, какую форму они хотят видеть Бога? Какую форму они хотят видеть Бога? Невидимую форму они хотят, чтобы его не было просто. Потому что, понимаете, вот, ну все были подростками, да? Помните, подростками были? Вот. Можно вот, когда вы подросток, нормально себя чувствовать, когда родители дома? Ну, как там себя нормально чувствовать? С друзьями пришли домой, а там родители. Вот, вы же не против родителей? Нет, ну просто, чтобы их не видно было, чтобы они были где-то, но не здесь. И вот живое существо, которое хочет быть тут управляющим, решающим, вот, все вот это вот, как бы, вот быть Богом, да? Ну, подростки вот такие, мы хотим управлять, тут все вот делать, что хотим. Вот, нужен им, родители, нужны им? Нет, они мешают им просто. Не, они как бы нужны, чтобы там денег подкинули, но для этого не обязательно жить с ним в одной квартире. Пусть они живут там где-то, а мы здесь, им будем так периодически звонить, в смысле молиться, вот, то они подкидывают денежек, ну, на карточку. Вот это классно. Ну, вот прямо вот с ними жить, это очень обременительно. Вот с этим вот Богом прям жить, это как-то, ну, нет. Вот, что хотят обусловленные живые существа. Им удобен, вот такая форма им Бога удобна. Так? Они не понимают просто. Они не понимают, что это не все счастье им доступно. Вот такой вот невидимый Бог, двойная корова, страшный судья, вот. Но преданные Кришны, вот они прочувствовали, что оказывается, можно по-другому с ним общаться. И в зависимости от расы, от настроения преданного, Господь приходит ему в том облике, в том облике, в котором у вот этого вот раса будет, ну, преданный будет нормально себя чувствовать, комфортно себя чувствовать. Понимаете, да? И вот мы, значит, привыкшие с невидимой формой Бога общаться, с этой вот дойной коровой, да? И тут по милости вайшнауф, гаудио вайшнауф, нам говорят, что нам говорят? Какой Бог? Танцующий, пастушок, да? Это же сразу, это как бы вот, говорят, вот, это же обязывает, понимаете? если вы с кем-то встречаетесь, то там, ну, чтобы все состоялось, вам нужно меняться, то есть, не Бога менять, то есть, у нас как было, Бог должен под меня подстроиться, вот, ту форму вот принять, которая мне комфортна, а теперь у нас что происходит? А нам надо меняться по ту форму, которая в искон, вот, гаудио вайшнауф принесли, перевесли, проявили для нас форму Говинды, да? Шхемасундары, пастушка из Вриндаваны, который вот так вот может вот танцевать, который может обнять, который можно вот вместе бегать, пасти коров, вот такого, а мы, знаете, вот, ну, как бы при параде, там вот все у нас там серьезно, мы такие пришли, и как-то вот, что надо делать? Меняться надо, надо меняться. Это то, что как раз происходит. Мы учимся жить во Вриндаване. Наша садана, она в этом заключается, учимся жить во Вриндаване. И что мы делаем? Мы повторяем Харе Кришна мантру. Кто повторяет Харе Кришна мантру? Жители Вриндавана повторяют Харе Кришна мантру. Кто читает вот эти истории, Бхагаватам, Бхагаватам, в первую очередь, это Лилы, Вриндаваны. Все девять песен подготовки для того, чтобы открыть вот эту вот Вриндаванскую Лилу. Так? И вот в этом наша садана, и что мы поем для божеств, я просто обратил внимание, что здесь после приветствия божеств поют Бхаджан. И это очень важный Бхаджан оказался предный. Это же не просто пение религиозное, это же прославление. Бхагаватам, в этом Бхаджане, из Гитавали, говорит о том, что я принимаю прибежище вот у такого Бога. И там сейчас мы почитаем этот Бхаджан, помедитируем на него. В этом Бхаджане описывается Бог Бхагаватам, и венотта-кура. Вообще мы все здесь по милости Бхагатяна-такура. Потому что к приходу Бхагатяна-такура про Харе Кришна никто уже не вспоминал. Вся вот эта вот история, которую Господь Читания открыл людям, Кали-юги, все было забыто. Может быть там какие-то редкие-редкие Бхаджи где-то во Вриндаване, такие как Джаганатда с Бхаджи, да, вот они вот как-то понимали, о чем идет речь. Но во внешнем мире, вот если вы хотели кого-то оскорбить, то надо было назвать его Кришнаитом. Вот, вот, насказали Бхамжара, да, и Кришнаит, это было на одном уровне. Алкоголик, да, падший человек, это вот, вот Вайшнав вот так вот ассоциировался. И Бхагатяна-такура это возродил все. То есть сделал это, ну, проявил его вот эти откровения, его медитация, его исследование, вот, его самадхи, вот, это все дало новую жизнь учению Господа Читани. И вот здесь он открывает свое сердце, это не то, что, знаете, вот он сидел и как-то вот рифмовал слова, вот, но как-то вот вы пробовали писать стихи? Пробовали, да, как-то вот систишь и как-то вот слово надо подобрать, вот, как-то выразить. Но у Бхагатяна-такура это не так составляли стихи, эти песни, это просто он облекал в слова то, что он видел и чувствовал. Это его Даршин, он Даршином своим делился. Вот слово Бхаджин буквально переводится как поклонение. Это не значит, что это песня. Бхаджин происходит внутри, это его поклонение Кришне, Вайшнав поклоняется Кришне, это Бхаджином заниматься или петь Бхаджины. И для того, чтобы поделиться этим настроением с другими или так скажем проявить его, да, вот, сказать об этом Кришне, что у него внутри, это принимает облик слов и песен, стихов. Вот, и для нас это хорошо, потому что мы можем с этим соприкоснуться и присоединиться к тому настроению, которое Ачарья, Вайшнав проявляет. То есть, когда мы стоим перед Божествами, приходим, они говорят, ну, что пришли-то? Ну, как, поздороваться? Ну, здрасте, что-то надо? Вы к кому пришли-то? Вот, тут надо не перепутать, к кому мы пришли. Ну, вы знаете, надо прославлять, когда приходишь, прославляем, да, и так как все уже заранее знают, духовный учитель знает, что у нас слов-то не хватит там, ну, нормальных, вот, поэтому поет Говинда Мади Пурушам, чтобы мы понимали, о чем там поется, и тоже к этому присоединялись, к Господу Брахме, да, вот, ну, и предные обычно еще стихи, да, стихи, какие-то молитвы из Багавы, там, используют для того, чтобы поговорить с Богом. Ну, о чем с ним говорить-то? Надо же, ну, что-то сказать толковое, прославить надо, а как прославить? Слов нет, берете молитвы, вот, и к этим молитвам присоединяйтесь. И вот одна из молитв, которую духовный учитель дал, здесь, чтобы ее пели, это Бхаджин, Бхактивинод Такура. Итак, это Бог, которому поклоняется, Бхактивинод Такур, вот, и он говорит, я принимаю у него прибежище, я принимаю прибежище, что значит принять прибежище? Это последнее слово, где он говорит, Бхактивинод Ашрая. Что означает прибежище принять? Как вы вообще понимаете, принять прибежище? Вот, принять прибежище, это как? Полностью положиться. Положиться, да, то есть, я доверяю, мне вот нравится такая ассоциация, прибежище, это когда я бегу, 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 и прибежал. Мы всегда куда-то бежим, да? Бежим в какое-то лучшее место. Вот, когда пока мы в лучшее место не прибежим, значит прибежище и нет, значит надо дальше бежать. Вот, прибежище, это когда добежал уже. Вот, он добежал, и он говорит, что я тебе доверяю. То есть, там два момента, в принятии прибежища два момента. Одно, это то, что я доверяю, да, и говорю, вот, вот я тебе доверяю, заботиться обо мне, вот, как ты обо мне позаботишься, я вот, ну, как бы с этим согласен, потому что ты делаешь лучшее, что можно, что можно только представить. Я даже сам не придумываю, что можно сделать хорошего. Не хватит мозгов у меня, не хватит ничего. Но тебе я доверяю, вот как вот надо, как вот коровы и пастух. Вот корова, она что, все время говорит пастуху, слышишь, давай вот туда пойдем, а? Вот кто тут пасет корову? Так коровы говорят, нет? Идем туда, нет? Они доверяют пастуху, говорят, мужик разбирается, вот, он как бы тут, у него голова на плечах, а не рога. Он лучше понимает, куда нам идти, сколько нам идти, чего надо делать, где пастись, где не пастись. Предный принимает Кришну как своего пастуха. Это в Шаранагате объясняет Бхактинот-Такур. Гоп-тритве-варанам. То есть я принимаю Кришну как своего пастуха. Вот это принять прибережье. Это одна часть, я тебе доверяю. Но вторая часть, раз я ему доверяю и полностью на него полагаюсь, то тогда вторая часть, чем я занимаюсь? Ну делаю то, что ему надо. Ну то есть это не так, что вот я приехал на ферму и говорю, вот я вот вам предаюсь, вот заботьтесь обо мне. Говорят, ты можешь там дрова принести? Не, не, мы так не договаривались. Я как бы принял у вас прибережье. Но прибережье означает, что я принял прибережье и делаю то, что мне говорят здесь. Вот это называется принять прибережье. Делаю то, что говорят и полагаюсь на как бы заботу этого господина. Вот это называется принять прибережье. Ну и люди все время ищут у кого принять прибережье. Вот они вот идут на работу. То есть что они там приняли прибережье на этой работе. Вот. Делают то, что на работе надо делать и за эту зарплату, которую им обещали. В семье тоже люди принимают прибережье. То есть для этого они делают то, что там семье надо делать и рассчитывают на эту заботу, которую семья может дать. Вот это называется принять прибережье. Чего он говорит, я принимаю прибережье у бога. У какого-то бога он принимает. То есть он делает эти ритуалы, которые богу нужно, да, к которым он обратился. И, соответственно, ждет, что этот бог сделает для него, ну, как бы ожидаемые вещи. Ну вот у кого бхакти-венот-такур принимает прибережье. У кого бхакти-венот-такур прибережье принимает. То есть на какую защиту он рассчитывает, да, и что ему надо делать. Что ему надо делать. Давайте посмотрим на бога, бхакти-венот-такура. Тем более мы это поем каждый день здесь. Может передумаем, может не будем у него принимать прибережье. Может мне понравится, скажите, ой, не надо мне это. Можно что-то другое нам. И, значит, здесь у нас четыре куплета. И здесь это бхакти-венот-такур просхабляет Господа Кришну. Просхабляет Господа Кришну. И каждое имя в этом баджане, оно связано с определенной лилой. Он сам об этом скажет. И это не такие имена, как у нас. Вот у нас родители так посмотрели, говорят, ну будешь Василием. И все, как бы в паспорте записали и Василий. Нет, у Кришны таких имен нет. Вот каждое имя Кришны, это какая-то история. Никого не было, кто там в ЗАГСе имя там писал у Кришны. Такого не было, это же вечно. Поэтому все лилы, они, все имена, они связаны с конкретными лилами. Так, первое имя, которое бхакти-венот-такур здесь, которым бхакти-венот-такур называют здесь Кришну, Яшамати Нандана. У меня здесь прям пословный перевод есть. Важно, когда поешь, понимаешь, что поешь. Это не то, что вот пропел на каком-то тарабарском языке, а потом читаешь перевод. Это означает, что в момент того, когда я это пел, я ничего не имел в виду. Представляете? То есть я пою песню, но в этот момент там нет никакой молитвы, потому что я не понимаю, что я пою. То есть это не молитва, это просто какая-то песня непонятная, без слов, без понимания слов. Но когда ты понимаешь эти слова, когда ты понимаешь эти слова, то в момент пения, то ты это имеешь в виду. Это же классно. То есть что время-то терять? Все равно же мы уже поем. Так лучше петь уже с пониманием. И вот первое имя Яшамати Нандана. Как оно переводится? Яшода, это Амати, это Мать. Яшамати означает Мать Яшода. Правильно? Мать Яшода. А Нандана означает любимый сын. Нандана есть. Нанда, Нандана, любимый сын Нанды. А Яшамати Нандана, это любимый сын Яшоды. Давайте разберемся. То есть еще раз, все в духовном мире это про отношения. Все про отношения. Почему у нас отношения здесь есть в этом мире? Потому что изначально эти отношения есть в духовном мире. Мы не можем ничего придумать того, чего нет в духовном мире. Все идеи, они уже оттуда. То есть откуда появились самолеты? Кому вообще в голову пришла идея самолетов? Ну как, вот у нас Туполев там есть, вот ему идея, или кто там придумал самолет? Но откуда они эту идею взяли? Что в принципе можно летать. Но видят птицы. А птицы откуда взяли эту идею? Брама создавал, а Брама откуда взял эту идею? Летать. Откуда он взял? Значит, где-то эти идеи были. Представляете, туман, полный туман. Он сидит в этом тумане и думает, вот что бы создать? Хотя, кстати, он мог посмотреть на себя, и уже какие-то идеи пришли бы, что форма уже какая-то есть. Вы представляете, вот мы-то уже привыкли, да? Что есть часы, что есть солнце, вот эти деревья, да? Мы уже не на пустом месте. А представляете, вообще ноль. Вообще ничего нет. И даже мыслей нет. Вообще ничего нет. Вот с чего начать-то? Чего начать-то вот как бы творить хочется, а как бы ничего нет. Да, и вот, представляете, Браму вот в этом состоянии ноль. Вот только в сердце бьется, хочу творить, хочу творить. Чего творить? Откуда творить? Как творить? Вот зачем это все творить? Никаких вообще планов. Это же ему Кришна все подсказал. Он сказал ему идею, ради чего это нужно делать. И как это нужно делать. Какие варианты есть, какие формы жизни есть, какие мысли есть. Какие гуны есть. Вот это же все из духовной реальности, ему Кришна сказал. Единственное, что это здесь все принимает искаженные формы, да? И человек, допустим, вот есть идея кушать, да? Она же тоже из духовного мира. Но здесь-то зачем кушать? Зачем мы здесь кушаем? Или вы не кушаете? Силы были, да? Вот чтобы вот, а в духовном мире зачем кушают? У них же там нет такого, что там. Вот, как любовь через еду может проявляться? Ну, дарить же надо что-то. Представляете, кто-то приготовил. Шимати Радхарани каждый день готовит для Кришны. И вот он эту любовь ест. А так чем бы занимались? Надо же чем-то... Должна же любовь как-то проявляться. А то вокруг туман. Это же Брамаджоти. Это же мы имперсоналисты. Они там просто висят в этом тумане. Никого в этом тумане не видно. Никаких отношений нет. Если мы говорим про отношения, они должны через что-то проявляться. И классная же придумка готовить. То есть целое приключение. Там надо приготовить. Там нужно пожарить. Там нужно вот это. Там сервировать. Это столько можно... Столько возможностей, чтобы можно было свое чувство проявить. Потом подглядывать, как Кришна это ест. И он же, ему-то не надо питаться. Но он-то не питается. Он ест ее любовь. Правильно? Вот такая идея. И то есть все, я к чему это говорю, что все, что вот эти вот отношения, это придумал Кришна. Мать, ребенок, отец, друзья, возлюбленные. Это он придумал. Этого не было никогда. Если бы он не придумал. А зачем он это придумал? Ну, чтобы можно было отношения. Притом разные отношения. Разные вкусы можно проявлять. И вот первое, что здесь говорят, это то, что он любимый сын Ешоды. Как вы думаете, почему Ешоде... Любимый, значит, Ешоде нравится Кришне. Чем нравится Кришне Ешоде? Какие ваши версии? Почему он его любит-то сильно? Сын ее, говорят. Вот преданные, смотрите, я такую вот вещь, карамольную скажу. У любви всегда есть причина. Вот невозможно, знаете, я просто люблю. Вот. Просто люблю жареную картошку. Я ее не просто люблю. А что я, почему я вдруг жареную картошку люблю, а не жареную картошку не люблю? Нравится. Вот родителям, почему ребенок нравится? Родители. Почему ребенок нравится? Похож на меня. Похож на меня. Мой это мой. Еще почему нравится? Обаятельный. Это как бы мы так это называем, да. Но что-то там, вот если так вот философский, так вот, не эмоциональный, а философский, вот залезть, вот что нравится там? Вот почему он такой обаятельный для меня? Родители. Беззащитный. Беззащитный. Потому что… Да ладно. Мы философские. Мы философские как бы. Нет. Во-первых, смотрите, похож на меня это я, в принципе. Это мое. Так? Потом что? То, что я могу растить. То есть без меня он пропадет, то есть я очень важен. Вот. Поэтому я могу из него человека сделать. Он позволяет, он принимает эту любовь мою, мою заботу принимает. И я просто говорю, знаете, потом не любят жить детей, если они там капризные, если они противные, если они ничего не делают, вырастают аботусами. Ну как бы оно уходит это по чуть-чуть. Вот. То есть есть вот такое ожидание, да. Он дает, представляете, ребенок родился в очках, такой серьезный, смотрит на вас и говорит, вы неправильно все делаете. Вы не умеете детей воспитывать. Вот как бы, как родительская раса, возможно вообще с таким существом? Нет. Невозможно. Только вот честь отдавать там, как бы, вот подметать там перед ним. Правильно? То есть ребенок какой должен быть? Беспомощный, глупый, делать ошибки. Это все родители в экстаз приводят. Потому что тогда они все чувствуют? Я важный. Ну я бог. Ну не бог, полубог. Ну отец, мать, в принципе. Это вот возможность почувствовать себя творцом, брамой, вишневой, ишивой одновременно. Правильно? То есть на самом деле в материальном мире это все про насхождение чувств. То есть это про эго. То есть эго какое? Ложное эго. Я тут творец, я тут там вот, ну, могу создавать, могу поддерживать. И вот это вот ложное эго, оно вот таким образом проявляется. Поэтому нравится дети почему? Потому что это мое, я творец, я тут поддерживатель, если надо, и могу уничтожить. Поэтому это ложное эго так проявляется. Это в отца или раса, ну, в материальном мире, она продиктована ложной эмоцией. И что вот у Ишоды ложное эго. Ей нравится Кришна, потому что я могу этим Кришной наслаждаться, как родители наслаждаются здесь своими детьми. Потому что они реализовывают здесь свои желания растить кого-то, там еще что-то, да. И вот что у Ишоды она так же, как обычные матери в этом мире, любит своего ребенка. В чем принципиальная разница между тем, как Ишода любит ребенка своего, Кришну, и тем, как в этом мире матеря любит своих детей. В чем принципиальная разница? И там привязанность. И тут они с ним возятся, и там они с ним возятся. Так это же как у нас. Яйка говорит, я Ишоду вообще понимаю. Понимаете Ишоду, да, ведь? Вообще понятно. Вот смотришь, все понятно, что тут непонятно. У меня-то я точно, я же троих вырастила. У него только один, а я вот троих. Я говорю, я ее понимаю очень. Ничего мы не понимаем. Там принципиальная разница. Потому что здесь эта любовь на основе ложного эго, а там она его любит, и она его любит, потому что он принимает ее служение. Она прослужение. Это такой вот вид служения. Там нет ничего, кроме служения. Никаких чувственных насхождений. Там только служение. И Кришна это все принимает. И он в такой форме. Только для того, чтобы это служение принять. То есть не то, что Кришне надо прям как-то рождаться, как-то вот расти. Там надо учиться поднимать тапочки Нанды Махараджи, чтобы мышцу качать, понимаете? Мышцу качать. Не надо ему ничего. Но это он делает только для того, чтобы принять их служение. Они забывают, что он Бог. То есть в какой-то момент, чтобы служить Богу, нужно забыть о нем. Нам, чтобы служить Богу, надо сначала вспомнить, что он Бог. Аначе мы все привыкли с этой веротруппой общаться невидимым Богом. Он говорит, да я сам тут все делаю. Они уже прошли это все. Им вот этот этап уже для них пройден. Они понимают, что я ничего без Бога, ничего не смогу сделать. Я живу для них. Я хочу жить в этом счастье. Но в какой-то момент для того, чтобы выразить всю ту любовь, которая у них есть, им надо забыть о том, что он Бог. Вот они не помнят, они не знают, что он Бог. Они на ранее вообще поконяются. Ешуда на ранее поконяется. Он на алтаре, на ранее стоит. У них что там не так, они на ранее. Это вот на ранее спас нашего Кришны. Кришна у них не Бог. Кришна у них ребенок. Но не такой еще раз, как здесь. Вот иначе бы Кришна с ними не был. Там нет корысти никакой. Поэтому Ешода, любимый сын Ешоды, означает, что Ешода любит Кришну, потому что он принимает ее любовь. Вот в этом идее. И настолько она любит Кришну, настолько любит Кришну, что Кришна подчиняется ей. Вот как можно понять, что кто-то подчиняется, а кто-то нет? Смотрите, можно сказать, что это для меня, это для меня нашел наибетту Картику, на самом деле. Когда мы пели Дамодарашту. Помните, в Дамодараштуке какая история описана? Вот почему из всех историй, которые были между Ешодой и Кришной, рассказывается именно тот момент, когда его связывают веревкой. Почему во время Картики поет именно этот баджан? Почему именно эту лилу? Там же много было лил. Почему именно эту лилу прославляют? Потому что эта лила показывает, что Ешода управляет Кришной. Я сейчас объясню. Вот, допустим, мы вместе бизнес делаем. Да, какой-то вот там договорились, вместе делаем. И вот как вот понять, я подчиняюсь этому человеку или нет? Я просто хочу. Вот Кришна говорит, а я хочу, чтобы меня связали. Ешода говорит, я тебе свяжу. О, я хочу, чтобы меня связали. Вот, а это кто хочет, Ешода или Кришна? Кришна сам же хочет. Можно сказать, что Ешода управляет Кришной? Да нет, он сам хочет, чтобы его связали. А тут что произошло? Кришна не хочет, чтобы его связали. Бог говорит, я не хочу, чтобы меня связали. У меня там пацаны ждут. Мы должны пасти там коров, бегать там, масло воровать. А что делает Ешода? Хотя он не хочет. Что она делает? Она его связывает. Тем самым в этой истории доказывается, что Ешода подчиняет себе Кришну своей любовью. Вот это как раз и доказательство, что он не хочет, но у него выхода нет. У него выбора нет. В конце концов, она его связывает. Вот это слово, это имя Йошаматинандана, такая медитация, что она любит его, потому что он даёт ей возможность, потому что он принимает её материнскую любовь. Вот она поэтому его любит. И своей любовью она покоряет Кришну. Это Дамодара Лива. Дальше говорится Браджа-Бара-Нагара. Слово Нагара означает обитатели. Браджа-Нагара означает обитатели Вриндавана, Враджа. И Бара означает большой, правильно? Большой или лучший. Браджа-Бара-Нагара переводится как лучший из всех обитателей Вриндавана. Не лучший, не знаю, в Казахстане, не лучший на планете Земля, не лучший на вот этой вот Вселенной. То есть, представляете, вот кто-то говорит, вот ты лучшая собака. Это с кем сравнивают? С собаками, да? То есть, представляете, вот кто-то вот приходит и говорит, вы знаете, вот он лучшая собака. Это вообще прославление или нет? То есть, ну, берут собак, да? Какие вот там собака лежит у нас, да? Вот какие у них качества? Вот у этой собаки. Вот ты лучшая собака на ферме. Вот так кому-то сказать. А их всего две. Вот эта вот, которая лежит, да? Она только ест и лежит там. Иногда она там гавкает. Там кто-то пошел через это, она там что-то стала гавкать. На нее тоже гавкнули. Она такая, ну ладно, ладно, ладно. Чего вы ко мне пристаете? Хоть хотел поработать немножечко как-то, послужить. Ну раз не надо гавкать, не надо, вот, хорошо, ничего страшного. Улавливаете, да? То есть, когда мы сравниваем с кем-то, да? Берут за основу качество того, с кем мы сравниваем. Если говорят, лучшая собака, то я говорю, ну что собака может делать? Ну гавкать она может, хвостом вилять, да? Вот. Ты лучше всех виляешь хвостом, ты лучше всех гавкаешь. Ну что это за качества такие? Вот сказать, ты лучший человек, ну что, люди прям хорошие качества все проявляют? Мы же ограничены, да? У нас есть какие-то свои нюансы у людей. Там, не знаю, надо мыться, ходить в туалет. Так? Можно сказать, ты лучший из, я не знаю, всех живых существ. Но живые существа тоже разные бывают. Кто-то в Брамаджуте висит, кто-то в интернете висит. Разные живые существа. Сказать, ты лучший из тех, кто в духовном мире находится. В духовном мире тоже разные есть. Чем отличается, что особенного есть? Что особенного есть во Врадже? Что особенного есть во Врадже? Среди всех духовных планет, что там в особенного есть во Врадже? Это в духовном мире, это обитель Кришны самого. Вот вы все знаете, да. Что там в этой обители Кришны особого такого? Что там в этой обители вот такое особое есть? Там в его преданных. Его вот еще в этих преданных, что такого особенно в этих особых преданных? У них прям чистая-чистая любовь. Прям чистая. Вот они вот большие специалисты бескорыстной любви. Во Вриндауне, во Врадже. Большие. То есть это не точка какая-то вот в Индии. Это место, где у живых существ, у обитателей, ничего кроме бескорыстной любви нет. И мы говорим это слово бескорыстная любовь. Но у каждого есть свои какие-то ассоциации. Так вот они там ничего не хотят от Кришны. Вот как можно понять, что вы ничего не хотите? Как можно понять? Нет никаких ожиданий. Только служить. Есть яркие примеры из жизни Бриджабаси. Когда гопи убегают Кришне в лес, вы знаете, что это означает для них? Это значит, что они домой уже никогда не могут вернуться. И это означает, что никаких гарантий. Ладно, как бы у рукмении там в дварике, а Кришна же мужем становится. Вот есть разница, вот муж и не муж. Вот для женщины есть разница? Говорит, нет, для нас разница. Как никакая разница? Есть разница или нет? От мужа-то, ну как бы, извините, но как-то есть гарантии какие-то, что он позаботится, да? А если не муж? Да что, ушел и ушел. Вот они убегают. Они бросили там все. И не факт, что он их там примет. Они от него вообще ничего не ждут. Они никаких гарантий у них никаких нет. У нас-то гарантии есть. Мы же что-то ожидаем. Они ничего не ожидают. И вот из всех жителей Бриндавана, здесь говорится, что он лучший из всех жителей Бриндавана. Это что значит? Что это значит? Если они все вот такие бескорыстные, ничего они от кого не ждут, просто хотят служить, а он кто? Он лучший из них. Означает, что он еще больше ни от кого ничего не ждет и только хочет служить. Вот что это означает. Тут же еще раз не говорится, что он лучший из людей, которые живут в материальном мире, лучший из жителей Вайкунхи. Нет. Он говорит, что он лучший из жителей Браджа. Потому что у него вот они какие, а от кого они вдохновляют? Не то, что они там его выбрали, а, извиняюсь, его там назначили Кришну, ты вот будешь, ты тут у нас царем, царем Бриндавана будешь. Они все хотят, чтобы он был царем Бриндавана. Почему? Потому что он лучший из всех нас. Он лучший. У него в сердце кто живет? Чистая любовь. Матерь Адхарати. Но она еще и внешне как бы. Вот. Уловили два имени, да? То есть то, что Ишоды его любят, потому что он принимает ее материнскую любовь. И она повелевает им. И то, что он лучший из тех специалистов в бескорыстном служении, во Врадже. Он лучший. Они все перед ним склоняются. Он бог их. Ну, неофициально, но как бы вот неофициально. Они все на него быть хотят похожим. Как он служит? Смотрите, как он заботливый. Он наш кумир. Вот. Он наш герой. Вот. Потому что у него качества такие. Потом говорится Гакула Ранжина. Гакула Ранжина. Какие слова мы знаем? Гакула мы знаем, да? Как раз деревня коров. Гакула – это деревня. Знаешь? Лока – это планета. Го-лока – это планета. А Гакула – это деревня. Деревня коров. А Ранжина. Ранжина – это радость. Он радость Гакулы. Его зовут Кана. Вот. Ну, так вот, знаете, вот в детстве же были у вас эти клички. Какие-то, ну так, клички – это как-то грубо, да? Но какие-то вот родители какими-то именами нас называли. Там, я не знаю, кого, всех по-разному, да? Вот. Как-то вот взяли имя, которое у нас в паспорте написано, да? Ну, как-то так его ласкательно как-то его преобразовывали. Вот точно так же Кришну, который по паспорту Кришна, Пашастры Кришна, его называют там Кана. Вот. Это говорит, что очень близкие отношения. Близкие отношения. Вот. Неформальные такие. Вот. Близкие отношения. И он дает радости. Как он их радует. Как он их радует. То есть, какое насхождение он приносит этим преднам. Он принимает их служение. Если мы... Ну, тут так, как говорится про вацалью расу, вот в этой первой части, в этом первом куплете, а в первой части этого первого куплета, то, смотрите, еще раз, ребенок радость родителям когда приносит, даже в материальной жизни, когда он маленький, какую радость он приносит, что он... Послушный. Да нет. Это хотелось бы его послушным сделать. Но когда вот... Тогда еще раз, если он еще раз рождается в очках, беспомощный, глупый, делает ошибки, потому что в этот момент мы можем свою вацалью расу включить. Да? Родители что делают? Кормят, воспитывают. Представляете? Вот кормить не надо, он сам зарабатывает. Вот воспитывать тоже не надо, он и так все знает. Какая вацалья раса? Это невозможно его оценивать. Поэтому Кришна, который в принципе-то приличный Бог, как он там ведет себя во Вриндаване? Маленький. Ворует. Притом дома валом как бы вот этого всего. Зачем он туда лезет к соседям? Потому что все соседи, они мечтают, они когда готовят это масло, они мечтают, чтобы Кришна это попробовал. Что ну его надо кормить, чтобы вырос хорошим Кришной, чтобы он здоровым был. Ну и вообще вот он, а как они вот вацалью расу это почувствуют, если он не будет есть? Они хотят поэтому его кормить. Так? И вот официально кормить они его не могут, потому что ну так он не ест, говорит, ну он не ест. Но детям интересно, когда там втихаря куда-то там залезть. Помните, были с детьми там куда-то в кладовку залезть, там что-то там, халабуду сделать, еще что-то такое, да? Не слушаться, да? И вот Кришна ради того, что вот они, так как он привлечен их вот этой вот вацалья расой, он залазит в их дома, они каждый мечтают, а вот сегодня Кришна в мой дом залезет или не мой? И вот они взбивают это масло и думают, чтобы он прились, залез и украл мою масло. Вот они об этом мечтают. Если об этом иногда преданные переживают, ой, там, сейчас Кришна что-то сделает, там, сейчас он придет, там, заберет. Но если вы не хотите, никогда не придет и не заберет. Он очень себя ведет тактично. Не переживайте, что вот я вот там приду домой, или как, ну, божеством поконяетесь, да, и вот Пуджари, Пуджари же, да, у нас, Пуджари. Вы представляете, как зовут? Как? Сундаргопау Прабу, вот лежит, вот спит, вот никого не трогает, и тот-то его трясет, вот так вот, открывает, гирираж говорит, скажешь, молока сбегать, с молоком, молока надо. Представляете, вот так было бы. Он скажет, да я так, мы так не договаривались, слушай, у нас панчаратрика. Так вот нельзя, понимаешь, ну, нам спать надо как-то, ну, там, ну, время, чтобы в соцсети побыть, там, немножечко, там, погулять надо. Что еще молоко? Ну, 12 ночи, о чем речь вообще? Поэтому гирираж так никогда не сделает. Он так никогда не сделает. Он себе прилично ведет, по-моему, панчаратрики все. Но когда, понимаете, жажда такая служения, еще и в отца лярасе, прям такая жажда, что просто времени там, времени не хватает, вечность поэтому, в духовном мире вечность, и то не хватает, даже вечности не хватает. Говорит, где он? Кормить его надо, что он не ест? Вот Кришне надо все время есть, потому что отца ляраса. И поэтому они так вот, и когда они сильно так хотят, то Кришна умудряется залазить к ним, не знаю, как по очереди, спонтанно, я уж не знаю. Это приносит радость, это приносит радость жительный Бриндал. Соответственно, пастушки, что от него хотят? Они хотят, чтобы вместе пасли коров. Когда они приходят домой, они в шоке просто. Неужели, что день прошел, что ли? Да не, мы только вышли же. И они не могут спать ночью, они не могут спать, они даже не могут есть без Кришны. Поэтому родители ставят еще тарелку для Кришны и говорят, что вы с Кришной поешьте. И только тогда они с Кришной поесть, они видят этого Кришну. Хотя он как бы в другом месте сейчас, он с Ешодой, Нандой, а там он есть. Но так как тарелку поставили, он там тоже есть. Он в каждом доме у пастушков есть, потому что без этого они не смогут поесть. Так же, как коровы не смогут доиться, если Кришна лично не придет. Они все ждут Кришны. Нанда берет всегда Кришну с собой в коровник, аначе они не доятся. Вот так Кришна приносит радость каждому жителю Бриндаваны, принимая их служение. И он их герой. Вот они за ним все. Вот это то, что называется его имя Гакува Ранджана. То есть он приносит радость жителям Бриндаваны, принимая их служение, принимая их любовь. И дальше говорит Бхактёд, мы хотя бы куплет дойдем до конца. Гопи Парана Тхана. Ну, Гопи, понятно, да? Это пастушки. Тхана – это богатство. И Прана – это жизнь. То есть он богатство и жизнь Гопи. То есть отдельно выделяются, то есть там про Ишоду говорилось, про всех жителей Бриндавана говорилось, и тут отдельно выделяют Гопи. Что означает богатство? Это то, что мы прячем, то, что мы ценим, то, что когда у нас свободное время появляется, мы сразу же к этому богатству. Вот что-то мы, вот есть у нас у каждого, что мы прямо очень сильно ценим. Свой телефон, компьютер, детей, жену, дом, вот прям богатство. Вот если вот это вот забрать, то как бы сложно жить. Вот это главное для жизни. И вот для Гопи богатством, для Гопи богатством является Кришна. И тут мало богатства, говорят, это прана, прана жизнь. Вот если у нас, вот воздух нам не дать, вот мы говорим, вот мне так нравится этот человек, а вот вам этот человек нравится или воздух, что больше вам нравится? Есть разница? Говорят, ой, так привязан к этому компьютеру, ну разбился этот компьютер, жить же, продолжайте, да? А вот если воздух убрать, то жизнь уже не смогу. Так ведь? И вот без Кришны они просто жить не могут. В буквальном смысле этого слова. И то, что они остались жить во Вриндаване, хотя Кришна ушел, только потому, что он им обещал, что он туда вернется. Они прям это Ачаре объясняют, Матер Адхарани, объясняя Кришне, то есть высказывает, Кришне говорит, ты как поджег дом, мы горим здесь, вот, и мы умереть даже не можем. Вот, мы не можем выйти отсюда, мы не можем, потому что на дверях ты повесил засов, да? И этот засов, это твое обещание, что ты вернешься. и мы остаемся здесь и не умираем, только потому, что мы ждем, что ты появишься. Вот это прана, то есть он богатство и прана гопи, то есть они больше всего его любят, соответственно, он больше всего любит их, потому что взаимность, вот это взаимность. Дальше говорят здесь нам Бхактина Токур, Мадана Манохара. Мадана это у нас кто? Мадана. Нет, Манохара это тот, кто Мана Хара. Мана это ум, а Хара тот, кто уносит. Или как говорят в народе, крышу сносит. Да? То есть человек сходит от этого вот, значит, очаровывает, ну тут прилично написано, очаровывает, но очаровывает означает, что забирает ум, то есть ум только там. Вот это, ну можно как раз это объяснить, что-то нравится очень сильно, я все время об этом думаю. Вот это Манохара. А Мадана, Мадана что означает? Мада это кто такой? Кто у нас держит иллюзию Всевселенную? И кто у нас держит иллюзию Всевселенную? Ну его думал по-разному. Купидон это, это Купидон. Вот. Всех, кто держит в этом мире Купидон. Да? Все, все вокруг, крутится в полового желания, вот в это вот, насхождение. Вот все вокруг этого. Вот это привлекательно для людей в этом мире. А Кришну здесь называют Купидоном тоже. И он покоряет, извиняюсь, Манохара. Он сводит с ума материального Купидона. Манохара, да. Мадана Манохара. Вот. Тот, кто покоряет Купидона. Тот, у кого, благодаря кому, у Купидона срывает крышу. Купидон вообще разбирается в красоте, как у него с Венерой-то, у Купидона. Вообще нормально все. Но что он так вот разбирается, да, так вот он понимает, как вот, ну вот, как насхождаться, да, что он настолько специалист, что он может любого, как бы, вдохновить на это. Чтобы кого-то на что-то вдохновить, вы обращали внимание, да? Говорит, давайте будем заботиться о коровах. Вот. Кто-то вдохновился? Да никто не вдохновился. Кому оно надо? Это же тот, кто говорит, он не вдохновленное. Но если кто-то, знаете, прям вдохновленный, говорит, это так важно, это же Кришне надо. И так он вдохновенно об этом говорит, что все думают, слушай, может действительно, я вот не знаю. Да? Поэтому Купидон, почему он других вдохновляет на вожделение? Потому что он специалист. Потому что он понимает в вожделении все, что как бы надо понимать. И вот, когда он видит Кришну, когда он видит Кришну, вот этот специалист, который всех вдохновляет на насхождение, который разбирается в насхождении, он смотрит на Кришну. Помните, была эта история, описана она в шастрах, когда Купидон пришел на Раса Лилу, тут сообщили, что Кришна, молодой парень, мальчик, ну, 8 лет ему было, выглядел он как на 11. он танцует с девушками, в риндаван. Ясно дело, надо же вдохновить их, как они там без меня танцуют, как без меня, без вожделения не танцуют, они еще с ума сошли, что ли? Похоже, у них какие-то кислые танцы там. Надо прийти, как бы, добавить огня туда, послужить надо, Господу. Вот, значит, этот Купидон приходит, чтобы вдохновить, и думает, сейчас Кришну, вот вдохновение выпущу, стрелы стал, и пока он смотрел на Кришну, пытаясь прицелиться, просто Кришна двигался, он никак не мог прицелиться, и в какой-то момент, глядя на Кришну, у него такие эмоции испытал, Купидон, говорят, я читал об этом, что сначала его, знаете, пробил жар, пот, бывает же такое, да, какие-то эмоции, как раз, вот прям, жарко поднимается, у него пот выступил, а потом этот пот замерз у него прямо на голове, то есть, такой контраст, понимаете, эмоций, вот он весь такой, и он, в конце концов, не смог выстрелить, потому что он потерял сознание, он не смог уже переварить эти эмоции, эту привязанность Кришне, он не смог переварить, улавливайте, да, вот так появилось имя Мадана Махан, ну, а здесь Мадана Манохара, тот, кто сводит с ума Купидона, то есть, другими словами, очень привлекательный, привлекательный всего того, что есть, привлекательного в этом мире, говорят, что духовный учитель, Дикшин Гуру, он представитель Мадана Махана, вот, его задача в том, чтобы научить своих учеников тому, что Кришна привлекательный всего того, что есть в этом мире, отношение с Кришной привлекательное, это самбандагьян, то есть, как вот понять, понял я философию или нет если до меня дошло что кришна мадана махан привлекательнее всего что есть в этом мире значит философия понял ну там дальше говинда потом гопинатх вот это дальше осознание бога дальнейшая эволюция понимать но здесь вот мадана монохара тот кто очаровывает ум даже у купидона в этом мире он трансцендентный купил да нет очень эмоциональный ну и сам специалист но как не может ведь и кришна мусор свел с ума если кришны без кришны никто его с ума не может свести но у него жена еще есть гопинка этого извиняюсь у купидона жена еще есть рати это женское проявление купидона вот у них как бы вот есть взаимные влечения вот и последнее имя которое в этом первом куплете калия дамана вид хана да тот кто вид хана означает исполнивший дамана означает обуздание калия это змей калия исполнивший обуздание змея калия калия дамана вид хана то есть хана тот-то обуздал калия тоже есть это лила в чем она в чем она особенность это лилы там много много разных уроков да какие уроки мы искали лилы можем извлечь сходу так вот если вот калию избавил от гордости и только потому что за него молились его жены преданные только по этой причине то есть надо держаться приятных тогда как бы кришна поможет кришна поможет уберет препятствия которые мешают стать преднами а еще какие кто кто так избавил его от гордости избавила его от яда кришна а в отношениях с бриджабаси как она там было они все упали в обморок они все испугались за кришну вот и что еще там было калия лили что он их всех оживил то есть то есть это лила показала насколько преданный при любят кришну вообще-то сложная ситуация вот во время кали лилы произошла потому что понимаете вот здесь нас учит чего не привязываться правильно да потому что с ты привяжешься те будет больно вот в допустим вот есть вот значит поезда поезд поезд вот если вы привяжитесь к поезду вы стоите на перроне но привязались к поезду что с вами будет вас порвет просто поэтому что здесь нам говорят не привязывайтесь потому что здесь все временно чему надо привязываться надо привязываться к вечным все сделали бриджабаси они привязались к вечному когда вы привязываемся к чему-то не временному мы как бы понимаем на всякий случай лучше не привязываться поэтому деньги храним в разных банках на на всякий случай всяк всякое бывает по несколько же он там есть вот так ну вдруг там что-то не получится здесь получится вот тут как бы много всего то есть так до конца человек веру туда не вкладывает потому что знает что потом будет хуже про на всякий случай у меня так знаете везде там заначки какие-то вот везде мы философию жизненную то условия уже сильно не надо привязываться но здесь духовном мире они же могут полностью привязаться к кришне потому что же он вечный да они сто процентов свою веру туда вложили сто процентов жизнь их там и представляете вот это вот что вот они полностью привязались кричит он раз и умирает тут ну как бы мы уже наученные сильно не привязываемся и топ тяжело когда все-таки теряешь не подожди не последние деньги теряешь все равно тяжело правильно а вы представляете это не просто все деньги и все все что только это все это ваше полностью сердце там и он раз и умирает ну как так чё такое вообще кришна раз и умирает ну то есть кажется что сейчас он умрет представьте как что они испытывали мы даже представить у нас такого опыта здесь нет больше не привязывались к кришне полностью и вот они умирают практически вот и кришна он просто хочет сделать так чтобы их любовь еще когда трудная ситуация да то любовь еще больше проявляется то есть он 7 дал возможность еще больше полюбить себе проявить это еще больше при хотя это трудная вещь было но они еще больше про проявить и что потом сделал еще кришна он еще и всех копии взял потанцевать на этих на этом змеи кали это же еще вот лево они же его им восхитились как герои потому что он для мадхурии должны быть геройские подвиги и в тот момент но они там посматривали на кришну в тот момент когда он с этим кали разобрался это прям вот очень сильно помогу их мадхурия раз и потом еще из всех захватил и как бы они еще протанцевали то первый раз когда вот этого чувства таким ярким образом появилось у них ну вот мы их один куплет разобрали дальше мы не пойдем но вот эта медитация следующий раз когда будете петь этот баджан вот это вот тот бог которому бактен таку поконяется вот у кого ищет прибежище то есть другими словами он говорит я хочу чтобы кришна и со мной вот так же общался я хочу вот так же кришне такому богу хочу служить вот я хочу вот такому богу поконяться спасибо вам за внимание шилу праупадаки